здравствуйте мои прекрасные зрители ну что ж в этом видео я покажу вам свои покупки сразу вижу что бюстгальтер здесь нужен другой не совершайте мою ошибку под такие облегающие вещи нужен обязательно push up нужен поролоновый бюстгальтер а не кружевные треугольнички и хочу обратить сразу ваше внимание на то как начинается примерка если вы будете мерить свои вещи вы обязательно заметите что первый комплект который вы берете вам кажется он очень красивым первый комплект который вы примеряете это будет самый неудачный комплект и последние два скорее всего будут именно те которые вам понравятся которые вы одобрите которые вы наденете возможно уже завтра почему так происходит не знаю это просто мой опыт ну что ж первая моя покупка это юбка из эко кожи она на запахе она на подкладе и эко кожа я бы сказала с начесом это мне очень нравится потому что я думаю мне будет тепло эту юбку я беру именно для зимы чтобы носить пальто расстегнутым я рассказывала что я люблю когда пальто носится расстегнутым возможно надевается легкий пуховик под пальто но пальто остается расстегнутым и в общем то чтобы не мерзнуть я купила себе такую юбочку показываю вам также туфли приобрела в страдивариусе я мерила и в конце своего съемочного дня они мне показались очень удобными мне уже многие написали я на страдивариус выпускают неудобную обувь ходить в ней невозможно но у меня пока другое мнение даже на примерке я вот только из венеции вернулась меня все более чем устраивает самом деле эту юбку я буду носить и планирую носить с обтягивающим трикотажем но зимним на мне сейчас трикотаж хлопковый и планирую носить конечно же с ботфортами чтобы в разрез было видно мою красивую ногу в ботфортах следующий образ это то как я собираюсь как таки этот свитер носить уже свитер кашемировый заправляю вот таким образом этот трюк я показывала он очень хорошо работает потому что очень часто в особенности если вещь объемная и широкая ее сложно заправить вот таким образом можно заправить и эта юбка является примером перебивки пропорции посмотрите юбки много примерно 70 процентов свитера мало если я еще надену черные ботфорты они допустим темно-серые как если надену темно-серый это будет замкнутый образ этот трюк можно кстати и сзади благополучно применять так вот если я надену черные ботфорты то вообще у меня нижняя часть будет максимально длинной и это будут красивые пропорции пропорции никогда вашей одежде включая обувь включая колготки вы должны смотреть пропорции никогда не должны быть равны какой-то пропорции должно быть значительно меньше какой-то пропорции должно быть значительно больше ну что же следующая моя покупка я даже возможно еще и не смонтировала примерку с этой покупкой как я непосредственно выбирала Это блуза Массимо Дутти, не блуза, а рубашка. И это стопроцентный лен. Во время примерки я пожалела, что не купила две белые рубашки, но, признаюсь, я сделала это осознанно. Я хочу постирать этот лен, возможно, два-три раза, посмотреть, как носится лен Массимо Дутти, потому что лен льну рознь. Палочка-выручалочка, белая рубашка, тем более льняная. Ко всему подходит, и даже самый сложный образ, посмотрите, какая на мне юбка, плюс я оставила эту обувь, хотя планирую, повторюсь, носить с ботфортами. Мне очень нравится с ботфортами носить юбки. Даже такую сложную юбку, вообще любой сложный образ, можно сделать более повседневным и более уместным при помощи самой обычной белой рубашки, хлопковой, либо льняной. Купить ее можно также и в мужском отделе. Мне понравился крой. Зачем ты, наверное, свои туфли показала? Не помню, зачем. Мне понравился крой рубашек. На мне 34 размер, и рубашка слегка овер, то есть она не приталенная, что мне очень и очень нравится. Эта рубашка подойдет, как я уже говорила, ко всему. К золотистой юбке вот такого фасона, такой фактуры тоже прекрасно подходит. Повторюсь, самый сложный образ, самую сложную обувь и по фактуру сложную одежду вы можете прекрасно носить с белой рубашкой. Кстати, если в вашем гардеробе имеются вещи, которые по какой-то причине не носятся, попробуйте носить с белой рубашкой, если это возможно, если это брюки, либо юбка. Белая рубашка делает любой комплект более адекватным и более любимым. И сразу могу сказать, поделиться точнее с вами вот таким секретом своей насмотренности. Белая рубашка, неважно длинная, либо хлопковая, прекрасно смотрится с кожаными вещами, в особенности с мотоциклетной курткой. С кожаным бомбером тоже будет очень хорошо смотреться любого цвета. Но вот с кожаной курткой-косухой смотрится просто потрясающе. Если на улице уже прохладно, надеваете рубашку белую, либо голубую, либо светло-розовую, плюс джемпер с круглым вырезом, плюс кожаную куртку-косуху. Сейчас кожаные куртки отошли несколько на другой план, больше не так универсально, как раньше. И поменяла я, кстати, обувь, но повторюсь вот так. Если бы я одевалась, я бы носила подобный образ осенью, именно с ботфортами черными. Я не очень люблю черные плотные колготки. В свое время черные ботфорты стали для меня просто открытием, а потом серые ботфорты стали для меня открытием. Универсальные обуви также рыжие ботфорты, также темно-зеленые. Как раз таки потому, что они не разбивают образ. И не очень, кстати, хорошо здесь рубашка сзади сидит. Видимо, этикетка тянет и очень пузырится сильно, и могу сказать, что ботфорты – это очень тепло, очень удобно. И в плане стилистики это мега универсальная обувь, потому что действительно не нужно думать о том, какие пропорции создаются при помощи, допустим, ботильонов и черных плотных колготок. Следующая рубашка вот такого василькового цвета, очень сложно его найти, и мне вот просто посчастливилось, по-другому не скажешь. Кстати, в момент примерки не было 34-го размера, эти рубашки я заказала онлайн. И они пришли, либо 32-й размер, я уже не помню. Нет, 34-й, да, 34-й – самый маленький Массимо Дутти. И посмотрите, это образ построенный на трех цветах. Повторюсь, это примерка, все вещи нужно бы отпарить, нужно бы еще раз хорошенечко примерить. И подобный васильковый цвет, это, кстати, я подсмотрела на сайте Массимо Дутти, очень хорошо смотрится с темно-синими вещами. На сайте эта рубашка была предложена, а также водолазка подобного цвета, который я тоже планирую купить, была предложена с темно-синими брюками. И для меня это мое открытие. У меня есть темно-синяя юбка-карандаш, которую я не смогла найти, но помню, точно примеряла во время карантина. Мне пришлось найти, точнее, попалась мне под руку вот эта юбка, пришлось ее примерить. Эта юбка, кстати, лет больше, чем Егору. Я покупала ее, будучи беременной, с небольшим животом, и потом эту юбку я надевала на Кристины, представляете, сколько ей лет. И хотела здесь лишь показать, что с темно-синим будет красивый этот цвет, васильковый смотрится, а по пропорциям этот образ не очень удачный. Кстати, эта юбка мне очень велика, ее на бедрах уже можно носить. Видите, пропорция рубашка и юбка между собой равны. И это, на мой взгляд, не очень хорошо. Если бы юбка была чуть-чуть длиннее, а еще лучше длиннее, и сидела бы прямо-таки на талии, было бы очень хорошо. Эти брюки, если честно, мне лень примерять, потому что я в ботильонах нахожусь, скоро мои с прогулки вернутся. Но вы меня в них уже видели в Венеции. Это брюки Массимо Дути. Купила их, не могу не похвастаться, за 32 евро. Очень удобные, мне кажется, это стопроцентная шерсть даже. Было мне в них жарковато, кстати, сегодня в Венеции. Легкая-легкая клетка. Темно-синий цвет, потрясающе совсем смотрится. Темно-синих брюк со стрелками у меня еще не имеется в картеробе. У меня вообще очень мало брюк. Подобного плана в основном все скини-скини-скини. Спрашивали меня уже, Яна, как ты будешь носить шорты осенью? Да вот так и буду носить. В Италии это, к счастью, носится. Мне вообще повезло с моим фэшн-настроем жить в Италии. Шорты в данном случае из шерсти. И они будут очень хорошо смотреться. С моим пиджаком, который я купила. И очень долго я сомневалась. У меня давно не было таких ярких, таких самостоятельных вещей. Я все-таки за базу-базу. И долгое время я одевалась так, как мне диктовало материнство. Сейчас я одеваюсь так, как мне диктует блогерство. В таком виде, например, я не могу поехать на съемку, хотя очень хочется. В таком виде я могу выйти с мужем, с семьей. Ему очень нравится, когда я ношу короткие вещи. И этот пиджак я подозревала, что станет универсальным именно в силу своей яркости. И он сделан из очень интересной ткани. Это креп. И он, конечно же, летний. И он нужен как раз-таки тогда, когда еще осенью не холодно. И весной уже достаточно тепло. И универсальная вещь для меня оказалась. Совсем буду носить. Уже совсем померила. Знаю, как это будет смотреться. И очень рада, что не взяла темно-синий с золотыми пуговицами. Был подобный, но подобный я купила себе в Massimo Dutti. Многие, возможно, тоже помнят эту покупку. К этому брюки шли бермуды, которые я не стала покупать, потому что какие-то они очень длинные. Пока я так не готова носить. И шли брюки. Брюки очень широкие. Пиджак взяла 48-го размера. 38-го размера не было. Но очень рада. Пиджак велик и прекрасно смотрится наброшенный на плечи. А эта покупка вызывает у меня много сомнений. Это платье мне очень нравилось. Я его купила. Меня смущает, что оно не на подкладе. И меня смущает то, что когда я его купила, на это платье была промо-акция. На 50 евро это платье стоило дешевле. Меня также смущает то, что я планировала носить его с поясом. Но как-то с поясом примерила его не очень. Не знаю даже, оставлю я его или нет. Планировала носить, кстати, с ботфортами. И с наброшенным пиджаком-жакетом, легким пальто. Любой длины, но именно с черным пальто. Либо с черной курткой-косухой. Вот примерно так все это могло бы выглядеть с поясом. И пояс тоже мне велик. И меня это расстраивает, потому что мне по всей видимости, придется скоро менять все пояса. И это будет очень накладно. Это будет очень хлопотно, потому что найти хороший пояс, это сложно. Я обожаю пояса резинки. У меня их немного. Вот этот пояс стал мне велик. Хоть ушивай. Он прям-таки на бедрах у меня теперь держится. А хотелось бы, чтобы на талии и поуже затягивал мне имеющуюся теперь у меня талию. К счастью, к счастью. Я очень рада, чтобы похудела. Мне многие пишут, Яна, ты так постарел, это так высохло. Вы знаете, меня все устраивает. Я вообще считаю, что это очень важно, чтобы ты нравилась себе самой. Куда я ушла? А, я за курткой ушла. Вот куртка. И вот так мне нравится. На себя посмотрела вот так, даже себя сфотографировала. Вот так мне нравится. И думаю, что с ботфортами будет вообще классно. Возможно, это платье я даже и оставлю. Не знаю, не знаю. Ну что ж, на сегодня это все. Прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего настроения, удачных покупок. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok